Улучшать разработки и быть востребованными за рубежом в Нижнем Новгороде стартовали стратегические сессии по науке. Участники представляют экспертам свои проекты в области химии, физики, машиностроения. Всего их 165. А также обсуждают инновационные технологии и материалы. В ходе работы возникают какие-то новые мысли, новые идеи. То, что нам не хватает, это прозрачных открытых фондов. В ходе таких встреч устанавливается особая связь между представителями бизнеса и науки и находятся новые решения непростых вопросов. Что нужно сделать? Нужно дать понять инженерам, что они могут создавать свою компанию, получить свой патент, контактировать с промышленной индустрией. Нужно еще выбрать несколько талантливых ученых, которые определяют будущее развития вашего региона на 5-20 лет. Это я сделал у себя в Левине. Это помогло нам достичь больших успехов. Технологическое предпринимательство, новые компании во всем мире появляются в силу того, что многие институты, институты развития, региональные, федеральные институты развития, частные компании предоставляют новым компаниям так называемые долгосрочные конвертируемые займы. В сессии принимают участие 126 представителей из 40 организаций. Встречи с экспертами проходят на базе научно-образовательного центра мирового уровня Нижегородской области «Техноплатформа-2035». Основная цель такого центра – увеличивать долю региональных и отечественных предприятий на мировых рынках. Те пять сфер, которые являются сферами, в которых работает Нижегородская область, они представлены. Это производственные материалы, второе – это медицина, третье – это интеллектуальные транспортные системы, четвертое – это экология и пятое – это информационные технологии IT-сферы. Стратегические сессии с участием ведущих экспертов страны будут проходить до 22 января. По итогам эксперты определяют самые перспективные научные проекты. Дарья Кульбакина, Сергей Щеплягин и Виталий Кудрявцев. Время новостей.